Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зухареева. Здравствуйте. Укусят, не укусят. Цены на продукты питания в республике обсудили на пресс-конференции с участием министра промышленности и представителей крупных торговых сетей Махачкалы. Накормим, согреем, трудостроить сумеем. В Дагестане беженцам из Донбасса дают кровь и работу. Наши корреспонденты навестили семью, которая приехала в Каспийск из Мелитополя. Экологически чистый продукт в руки и без посредников. В Гумбетовском районе состоялась первая в новом сезоне республиканская сельхоз-ярмарка. Дагестан против Алании. Матчевая встреча ворцовских команд Дагестана и Северной Осетии пройдет в списке 27 марта. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнусбек Евкуров в Махачкале вручил звезду Героя России родителям и вдове гвардии старшего лейтенанта Нурмагомеда Гаджимагомедова. Он был удостоен этого звания 3 марта, указом президента России Владимира Путина. Напомню, Нурмагомед ценой своей жизни спас личный состав воинского подразделения. Он подорвал себя гранатой вместе с окружающими его солдатами украинской армии. Церемония вручения звезды прошла с участием главы Дагестана Сергея Меликова. В Махачкале прошла пресс-конференция с участием министра промышленности Республики и продовольствия крупных торговых сетей города. Брифинг включал вопросы государственной поддержки и изменения цен на товары первой необходимости. Подробнее в сюжете Карима Даниева. Пресс-конференция началась с честной констатации факта. Министр промышленности и торговли Республики Низам Халилов не стал отрицать очевидный рост цен на продукты, но заявил, что критический период ажиотажа уже позади. Это получилось сделать без дефицита и опустевших полок. Торговые сети продолжают работать в нормальном режиме, а запасы продовольствия имеются как минимум на месяц вперед. Понятное дело, что наши предприниматели не были готовы к такому всплеску. Более того, этот ажиотажный спрос сопровождался информационными вбросами, которые были, конечно же, с целью дестабилизировать ситуацию на продовольственном рынке как республики, так и странных целей. К счастью, нам на сегодняшний день удалось избежать отсутствия продовольственных товаров и непродовольственных товаров на полках наших магазинов. Что касается цен, да, цены растут, надо признать, мы ни в коем случае не отказываем. Мы не оторваны на сегодняшний день от действительности, которая у нас на сегодняшний день проходит в магазинах. Информацию мы ежедневно направляем в координационный центр при правительстве Российской Федерации. Более того, мы направляем туда фактическое наличие запасов на отдельные виды продукции. Были затронуты и вопросы постоянного мониторинга цен, которые проводит правительство. У журналистов возник резонный вопрос. Зачем нужен мониторинг, если контролировать цены возможности нет? Инструменты на сегодняшний день есть. Я понимаю, что они в недостаточном количестве, потому что у нас все-таки здесь рыночная экономика. И мы не можем в рыночные отношения производителей и сетевой розницы или же продовольственных магазинов здесь включаться. Потому что это может вызвать дефицит товара и мы можем столкнуться с тем, что на прилавках может не оказаться товар. Тот период, когда у нас была первая и вторая волна ковид. Если вы помните, было поручение Владимира Владимировича Путина о субсидировании цен на сахар и на подсолнечное масло. В данном случае мы в республику также смогли завести сахар по субсидированной цене. И на полках сетевых магазинов нам удалось предоставить ту цену, которая была в поручении президентов. В завершение пресс-конференции министр промышленности призвал граждан сообщать о спекулятивных фактах деятельности предпринимателей, направленных на искусственное повышение цен на продукты. Да, я хотел бы отметить, что мы даже в этот период столкнулись с такой проблемой. Ряд предпринимателей закрывали свои магазины, не отпускали товар, дожидаясь лучшего ценового предложения. Мы просили бы наших жителей республики информировать нас, Министерство промышленности и торговли республики Дагестан, Министерство средств и хозяйства о таких фактах. И мы незамедлительно совместно с прокуратурой и с Управлением Федеральной темно-напройной службы по республике Дагестан готовы это брать в работу и проводить работу в отношении этих недобросовестных предпринимателей. Карим Даниев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. По кредитам, выданным до 1 марта этого года, жители республики могут взять каникулы или обратиться за реструктуризацией своего долга. Об этом сообщает Национальный банк. Важно, чтобы доход за месяц до обращения сократился минимум на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в прошлом году. Кредитные каникулы позволяют временно приостановить платежи по кредитам или займам, либо снизить их размер. Для получения каникул нужно предоставить документы, подтверждающие снижение дохода. Кредитные каникулы можно получить по всем видам кредитов или займов. Если у вас несколько, то можно запросить у банка отсрочку по каждому кредиту, но только один раз. При этом федеральное правительство определило лимиты. Так, для граждан возможность взять каникулы распространяется на потребительские кредиты или займы, которые не превышают 300 тысяч рублей. По кредитным картам лимит 100 тысяч рублей. Если у вас автокредит, то предел будет 700 тысяч рублей. По ипотеке лимиты зависят от регионов. В частности, для Дагестана такой лимит установлен в 3 миллиона рублей. По кредитам для бизнеса лимиты не установлены. Единственное условие – наличие его основного вида деятельности в перечне пострадавших отраслей. На сегодняшний день правительство включило в этот перечень, в частности, сельское хозяйство, туризм, общественное питание, медицину, информационные технологии, розничную торговлю, а также производство продуктов питания, одежду, мебели, бытовой химии. А власти Дагестана тем временем окажут поддержку в реализации ряда крупных инвестпроектов на территории республики. Среди них различные отрасли экономики, в частности, развитие туристического, плодоовощного и стекольного промышленного кластеров. Также поддержка будет оказана в реализации стратегического проекта города Бувщиков и реконструкции аэропорта Махачкалы. Такие меры в условиях кризиса будут способствовать социально-экономическому развитию республики, считают в Кабмине. Общий объем инвестиционных уложений по этим проектам составит 324 миллиарда рублей, создание более 16 тысяч рабочих мест. Важным окажем этапе реализации проект начинает получение земельного участка и разрешительная документация для поиска канала сбитой продукции оказывает поддержку предпринимателям. Устанавливает возникающие барьеры, в том числе по подведению всей необходимой инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов. Миниэкономразвитие России уделяет особое внимание реализации правильных проектов и принимает во внимание сложную экономическую ситуацию. Для 170 солнечных детей благотворительный фонд «Инсан» организовал праздничное мероприятие в Махачкале. Торжество приурочили к Всемирному дню людей с синдромом Дауна. Среди гостей были не только дагестанские семьи, но и жители соседних регионов. Для детей и их родителей накрыли вкусные столы. Игры, танцы и викторины украсили праздничное веселье. Это не первая наша встреча с такими детьми. Фонд в своей текущей работе и поддерживает, и оказывает помощь и в оплате реабилитации, и другую поддержку. А уже в таком формате, определив именно этот день, собрав такое большое количество детей, фонд организовывает впервые. Сегодня каждый участник сегодняшнего мероприятия получит подарки, игрушки, очень вкусные сладкие столы. И очень много развлекательного мероприятия сегодня будет на данном мероприятии. В Дагестане беженцам из Донбасса дают кровь и работу. Еще одна семья прибыла в Каспийск. На сегодняшний день им оказывается вся необходимая помощь. Подробнее расскажет Асель Манапова. Татьяна Руднева покинула город Мелитополь с матерью и двумя внуками. Российскую границу семья пересекла 12 марта. Уже через два дня в Дагестане Татьяну встретила дочь. Просто очень хотела детей привезти к маме. Чтобы они и не слышали, и не видели этого. Потому что мы за эти две недели, конечно, пережили. Я очень за них переживала. Потому что сегодня как бы ничего тихо, завтра опять эти бомбежки. Поэтому вы сами понимаете, какая ситуация. Не знаем. Во-первых, связи не было. Каналы не работали. Мы вообще сидели в доме. Я даже не понимала, что происходит. И какая сейчас ситуация на сегодняшний день. На сегодняшний день семья беженцев нуждается в трудоустройстве и определении детей в учебное заведение. Здесь, конечно, мы в совокупности с органами муниципальной власти окажем все необходимое. То есть дети будут устроены в школу. Это первый вопрос с образованием. Дальше медицинское обслуживание будет, безусловно, приоритетно. Потому что, как выяснили, второй ребенок немножечко приболел. К счастью, ничего серьезного. Но, я думаю, мы обязательно попросим наших медиков взять семью под контроль. И, соответственно, детки будут в порядке в скорейшем. Бытовые нужды семьи возьмут на себя депутаты. Поддержку окажут всероссийское движение «Матери России». На сегодня сохраняется потребность в официальной регистрации по месту пребывания. Семья наверевается получить российское гражданство. И в этой связи им тоже будет оказана помощь. Бабушка говорит, такие все добрые люди. Нас очень хорошо, конечно, приняли. Я спасибо, благодарна. Я переживала, что дети не доучились. И чтобы год этот не пропал учебный, нам пообещали и со школой помочь. И детям даже в спортивную секцию будут ходить. Они очень хотели. Но, я говорю, дети, надо потерпеть немножко. Не все сразу, потому что дочь сейчас не работает в данный момент. Ну, как бы в этом плане тяжеловато. Ну, позвонили. Я даже удивилась, что так быстро нам позвонили, отозвались. И стали помогать. И встречу назначили. Буквально два дня прошло. Асиль Манапа, Мурат Бигбарсов. Новости ННТ Каспийск. Гуманитарную помощь беженцам из ДНР и ЛНР направили жители Хасавюрта. Средства личной гигиены, продукты питания на двух грузовых машинах передали в республиканский пункт сбора помощи жителям Донбасса. Акцию удалось организовать благодаря чиновникам и простым жителям. Как отметили в администрации города, скоро будет сформирована и вторая партия благотворительной помощи. В реализации вот этой всей акции были, конечно, учтены многие моменты. Выделение продуктов питания первой необходимости, в том числе и детское питание, бутылированная вода, также и средства личной гигиены и многое другое. Пользуясь случаем, хотелось бы, конечно, отметить и огромной благодарностью назвать тех людей, которые приняли участие в этой акции, горожан нашего города и предпринимателей, но они, к сожалению, остались инкогнито, пожелали остаться инкогнито. И хотелось бы добавить, что акция также продолжается, мы своих не бросаем. Присоединился к акции гуманитарной помощи и Кайтакский район, который отправил беженцам из ДНР и ЛНР более трех тонн груза с продуктами питания, одеждой и медикаментами. Сбор средств был объявлен по поручению главы муниципалитета. В фасовке и загрузке предметов первой необходимости участвовали местные добровольцы. Здоровье женщины-матери – важная часть работы городской больницы номер 3. Несмотря на широкий профиль оказываемых медицинских услуг в лечебном учреждении, особое внимание уделяется именно вопросам гинекологии. Для этого здесь созданы все необходимые условия, а какие именно – узнаем из сюжета наших корреспондентов. Здоровые женщины – здоровые дети, а здоровые дети – это залог здоровой нации, а здоровая нация – это мощь и процветание государства. Больница, построенная муфтеатом Республики Дагестан, дарит здоровье. Отделение гинекологии в Третьей городской предлагает самый широкий спектр медицинских услуг. Сказать, что здесь все оборудовано по последнему слову техники – это самое простое. Ну а если в деталях – современное медицинское оборудование плюс профессиональные специалисты позволяют проводить весь спектр качественных услуг, начиная с консультаций, заканчивая сложными операциями. Уникальность нашего отделения заключается в том, что в рамках одного отделения мы выполняем весь спектр гинекологических операций, преимущественно малоинвазивным доступом, в том числе высокотехнологичные, органосохраняющие операции, операции эстетической гинекологии. Также хочется отметить, что у нас есть возможность выполнения сочетанных операций совместно с хирургами. Самое важное значение в медицине имеет квалификация врача. Именно от знаний, навыков и способностей поставить своевременный диагноз и зависит дальнейшее лечение пациенток. В Третьегородской такие специалисты есть, поэтому свободные койки в отделении – большая редкость. Врач высшей категории Мадина Лайпанова говорит, что в гинекологии даже палаты должны соответствовать определенным требованиям. Чистота, просто просторность, светло, очень красиво. Я хочу сказать о Рашиде Валерьевне. Она очень грамотный врач, отзывчивый, внимательный. Она из таких категорий врачей, которые, слушая ее, пациенту становится еще лучше. Ну, много-много я могу сказать об этом человеке. Ну, в общем, это человек с большой буквы. В России их только 13, а на Северном Кавказе всего один. И он в отделении гинекологии Третьегородской. Знакомьтесь, аппарат Ева. Безопасная и комфортная терапия омоложения женского организма. Процедура занимает всего 15-20 минут, а эффект максимальный. Процедура абсолютно безболезненная, не требует анестезии. Отсутствует риск механического и термического повреждения ткани, то есть ожогов. Процедура занимает от 15 до 30 минут. То есть процедура называется процедура обеденного перерыва. Женщина пришла в свой обеденный перерыв, выполнила процедуру и ушла. Процедура полностью исключает реабилитационно-восстановительный период. Еще один плюс отделения – так называемые программы «Чекап». Они включают в себя методы лабораторной, инструментальной и функциональной диагностики. «Чекап» рассчитан на проверку здоровья организма людей, у которых нет времени на прохождение диспансеризации. «Чекап» в программу входит консультация гинеколога с взятием мазков, УЗИ органов малого таза, УЗИ молочных желез и консультация мамолога. Это все можно пройти по записи в течение двух часов в нашем отделении. Пациентки, которые хотя бы раз столкнулись с качеством медобслуживания в данном лечебном учреждении, часто сюда возвращаются. Нет, не с претензиями, а со знакомыми женщинами, которым тоже рекомендуют пройти обследование и дальнейшее лечение в отделении гинекологии, третьей городской больницы. В Гумбетовском районе состоялась первая в новом сезоне республиканская сельхозярмарка. На ней была представлена мясная, молочная и плодо-овочная продукция, а также мука, сахар, подсолнечное масло, продукты переработки, саженцы и семена сельхозкультур. Свою продукцию представили фермеры из Гумбетовского, Ботлихского, Новолагского и других районах республики. Также на месте были организованы подворья, на которых местные умельцы выставили изделия народных художественных промыслов. Напомним, что это первая из серий ярмарок, которые в ближайшее время планируется провести в городах и районах республики, для того, чтобы потребители могли приобретать сельхозпродукцию без посредников. Эти ярмарки нужны в первую очередь для того, чтобы продукция нашего труженика села попадала к потребителю без посредников. И у каждого есть возможность экологически чистую продукцию приобрести именно на ярмарках. Поэтому ярмарочный график, он будет продолжен. Эту инициативу, надеюсь, подхватят, уверен, другие районы. Поэтому эта работа будет нами продолжена и поручения руководству республики и министерства будут выполнены в полном объеме. И о спорте. Кубок победителей достался динамовцам. В Махачкале завершился турнир по футболу, приуроченный к 90-летию народной поэтессы Дагестана Фазу Алиевой. В первом полуфинале «Динамо» было сильнее Каспийского училища Олимпийского резерва, а во втором игроки ДГТУ переиграли спортшколу «Политех». В главном матче динамовцы одержали победу над ДГТУ со счетом 3-0. Призеров турнира наградили директор ансамбля танца «Лизгинки», сын именитой поэтессы Джамбулат Магомедов и директор спортивной школы Александр Маркаров. Турнир проведен очень хорошо. Команды были хорошие соперники. Первая игра была тяжелая. Финал, конечно, всегда тяжелый. Поблагодарить хочу команду за то, что выдержали где-то, показали характер, так скажем. Дагестан против Фалани. Раунд первый. Матчевая встреча борцовских команд Дагестана и Северной Осетии пройдет в Каспийске 27 марта. Об этом сообщил первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Амар Муртузалиев. Турнир в формате «Стенка на стенку» среди спортсменов до 23 лет примет Каспийский дворец спорта имени Али Алиева. Каждый победитель в своем весе получит от организаторов по 100 тысяч рублей. Встреча Дагестана и Алании пройдет сразу после подведения итогов первенства страны среди молодежи, которая стартует 24 марта. Смотрите наши выпуски на наших страницах ВКонтактах и на Яндекс.Зен. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин